здравствуйте значит решил я продолжить тему которая выложена как бы ну не выложено снято видео ролики на моем канале про ремонту восстановления как патефона завода имени калинина значит сложил я все-таки двигатель то есть тот что был в прошлом видео с там было много нюансов но об этом немножко позже к прошлому видео значит было у меня там человек выложил вернее написал комментарий значит что что показываешь ящик где же как-то там музыка ну типа почему не играет либо не досмотрел видео что я показывал что там баррель так называемый куда пружина вставлена поломанной треснувшая либо еще по каким-то причинам то есть у меня как не то что канала эти видео про технические как бы как то так если этот можно назвать так значит как ремонтировать приблизительно как ремонтировать что там из этого выходит ну а музыки если хочется кабу как говорится пластинок проигрывание грамм пластинок и значит на ю тубе очень много у меня как бы таких редких либо каких-то эксклюзивных нету так что мне смысл выкладывать это видео чисто если на проверку того же двигатель либо патефон ну например могу даже прорекламировать димит алтаев там у него канал димита алтаев него очень хорошие пластинки допуляционные эксклюзивные пожалуйста смотрите у меня извиняюсь у меня технически канал значит ну это было как бы предисловие значит а сейчас я вам расскажу немножко если кому-то это интересно про этот двигатель граммофона патефона и мини-калининга значит как и было показано в прошлом видео не было лопнувшая баррель видите вот она трещина то есть я разобрал было вот это вот втулка она так как бы сзади здесь там стоит вот так она девается тоже было практически там не держал кольцо было завальцована и то есть не вернее кольца не было стопорно просто было завальцов пружина там зацепилась за уголок когда я это делал поэтому немножко и натяжка пружины было при проверке значит из-за чего она лопнула и у меня такого например не было кстати баррель более с толстого металла чем тут на том же молоте например но лопнуло причины ответить не могу ну значит это если исходить из пружина кстати в очень хорошем качестве в отличном вот но я так думаю что она уже будет после военная почему потому что как объяснить на ленинградских патефонах ну как правило у них значит в начало пружины идет и от малого диаметра к большому то есть 6 как это обозвать и обозвать или назвать кружков но смысле не кружкова начала то есть в сжатом положении 1 2 3 4 5 6 и потом пошло на расширение на увеличение диаметра в послевоенных особенно молод у них три вот почему они на третьем витке как часто очень ломаются эти пружины при перетягивании то есть когда при заводке или еще что-то там идет один виточек 2 3 только и пошло на расширение то есть очень мало ну в сопряжении то есть получается резкий переход после третьего витка на увеличение диаметра ну это я так думаю поэтому я утверждать это не могу это из как говорится из собственного опыта и из как это объяснить то логических мыслительных таких рассуждений значит что было еще здесь заменено да кстати возможно кому-то будет интересно вот это вот все было там подложено то есть его кто-то что-то делал по подкладывали какие-то шайбы что-то тут пытались отремонтировать либо ремонтировали не знаю значит была лопнувшая была лопнувшую одну заменил я все втулки естественно как я говорил вот они старенькие старые стоят вернее лежат новые вытащенные будет видно вот они выставлены и вытащены как я и говорил в этих толках эллипс вот что еще было вот если видно я в сложить коробок лопнула пружина на грузике была лопнувшая то есть на вот этой вот вот этом вот именно да вот как раз он и попал ветер цвет белый пружинки значит а здесь уже вот оригинальная пружинка вот еще одна оригинальная значит по толщине то пружина которую я поставил значит она была изготовлена вот с такой вот пружины она была пошели но ничего страшного нету я их изготавливаю то есть проблем не получается значит по толщине при замере микрометром это было 020 а то на 5 соток из которой изготовлена значит было на 5 соток толще но по как это объяснить по пружине степок изгибу на пружину смысле на на изгиб по пружине это чуть-чуть пожестче чем то то есть они стой пружины я изготавливаю меня все прекрасно получается не плавают обороты ничего вот это пружины от каких-то советских часов говорит старьевщик все домой тянешь 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 но иногда это может пригодиться значит и вот еще такая штучка если видно ведь она обломана вот она стоит вот здесь вот он смазывается через это отверстие она вставляется в такую там шестеренка ну для переходная для завода самого самой пружины вот она была тоже лопнувшая и шестерню я заменил там тоже косой зуб этот сбила но шестерню и положил то мне хочется значит не идти за ней вот а так все прекрасно все работает еще чуть-чуть в натяжку не всегда хотя вот побежал то есть я считаю что довольно чисто работает довольно хорошо поэтому я очень рад что восстановился вот этот вот двигатель от этого вот патефона вот видите чуть-чуть притормаживается пока его немножко не сдвинешь но это происходит из-за того так как новые втулочки новые все поэтому он не всегда но буквально раз десять его вот так прогнать там либо он проиграет его нужно нормально стартует либо при полной заводки прошли но естественно со временем все подобьется тем более баррель была заменена так я объяснял в прошлом видео может кому-то это пригодится шаг то есть преработалась это уже стоит как бы шестерней чуть-чуть естественно есть износ подработка в пару поэтому вот такая вот ситуация значит не бойтесь как говорится изготавливать вот эти вот пружины которые на грузике если у кого-то есть проблема оторванная либо еще что-то поэтому я считаю что с этого ничего страшного не будет ну а по остальному отрегулировал естественно смазывал значит по остальному на ю тубе очень много роликов как-то ремонтирует смазанных я как я смазываю каждый там по-своему я смазываю сюда я ложу графитку на все шестерни зубчатые все полностью я летал 24 то есть вот сюда а в вот в такие части где ходят вот здесь грузики машинное масло кстати по инструкции как в этом вот в это вот отверстие тоже копается машинное масло там такое отверстие она вот кстати в этом отверстие это было бы ломалась так что осталось сложить собрать деку поставить двигатель ну и уже как говорится проверить как он играет вот а так если еще раз повторюсь кому интересно проигрывание эксклюзивных либо как там не эксклюзивных но хороших имеется ввиду пластинок пожалуйста еще раз в качестве не знаю там рекламы либо то это димитал тарь канал у него хороший кому интересно именно послушать какую-то дореволюционную пластинку либо послереволюционную но редкую у меня технический канал ну как нет не весь технический канал но я стараюсь показывать как я ремонтирую что у меня получается и как это все выходит спасибо кто смотрел в следующий раз буду я так думаю сниму видео уже с проигрыванием какой-нибудь пластинки еще раз спасибо до свидания